Здравствуйте! Это программа Городские встречи. Меня зовут Максим Васильев. Сегодня говорим о лицензионно-разрешительной деятельности. В гостях у нас Михаил Романов, майор полиции, инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Паризанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил, Ваша служба накануне праздника? Да, совершенно верно. Сколько лет Вашему отделу? Направлению нашей деятельности уже 52 года. Приказом 2017 года Росгвардии было объявлено, что дата создания подразделений лицензионно-разрешительной работы является 12 февраля 1969 года. В тот день приказом МВД СССР была создана служба, которая в дальнейшем выполняла функции по осуществлению разрешительной работы. Я так понимаю, что на тот момент это были такие незначительные функции у отделов? Нет, я бы не сказал, просто данный приказ ограничил какие-то определенные функции на правила сотрудников, как правильно работать, а становление вообще разрешительных служб, оно веками исчисляется. То есть, если мы вернемся к тому, что в 14 веке впервые на Руси появилось огнестрельное оружие, то тогда уже возникла необходимость контролировать перемещение этого оружия, использование, хранение и так далее. Правители-то тех времен столкнулись с необходимостью такого контроля в целях обеспечения какой-то общественной безопасности. И с течением времени контроль за оборотом оружия, разрешительная деятельность возлагалась на разные подразделения, должностные лица, постоянно менялась, какие-то требования появлялись, новые правила. И в конечном итоге все это привело к созданию полноценного подразделения. — Вот смотрите, 1969 год, Советский Союз. Мы помним, что ружья висели в деревнях практически у каждого. С того момента расширились ли функции отдела? Как глубоко? — Да, совершенно верно. Они расширяются постепенно. Все больше и больше услуг мы оказываем. Какие-то меняются, какие-то упрощаются. Если, например, взять Российскую империю, там одни были требования к оружию. Когда возник Советский Союз, окончилась революция, то необходимо было, чтобы граждане сдавали хранящееся у них оружие. Как-то подвергалось, оно должно было подвергаться учету. Опять же, Вторая мировая война. Должен был какой-то быть определенный контроль. В конечном итоге, вот на текущий момент, вот у нас есть два нормативных акта. Закон Российской Федерации о частной охранной детективной деятельности, который регулирует наши функции, а также закон об оружии. То есть это оба закона 90-х годов, и с тех пор вносятся различные изменения и в них, и в другие постановлениями правительства, которые описывают более широко наши функции. Ну вот основная, я так понимаю, функция, возложенная государством на Росгвардию, это выдача лицензий и контроль за оборотом оружия. В Рязанской области все уже на учете? Как на текущий момент формируется этот учет? То есть оружие не появляется ниоткуда, не исчезает, по идее, никуда. Предприятия-изготовители на территории Российской Федерации, либо зарубежных стран, изготавливают какие-то определенные единицы оружия. И все оружие, которое у нас пущено в оборот на территории Российской Федерации, оно подвергается учету. Существует соответствующая база этих учетов. То есть если мы, например, берем физического лица, то если у него сейчас какой-то охотник, например, владелец оружия, если он имеет ружье, например, какое-то, оно у нас учтено, все его параметры записаны в нашу специальную базу. И если он решит продать это ружье, подарить и так далее, то этот переход будет также учтен. Да, есть случаи, когда у нас оружие является в розыске, теряют, например, и так далее. Люди, которые работают, они обращаются к вашим базам? То есть если нужно проверить, не знаю, из какого ружья был произведен выстрел? Немножко другое, да, у нас разные ведомства, но мы тесно взаимодействуем. Эксперты, криминалисты, они относятся к МВД больше, у них есть своя база. Как бы мы им помогаем в части определения соответствия тому или иному оружию, предоставляем своевременную информацию. Вы затронули тему частных организаций. Охранных. Охранных, да. И детективных в том числе. Да, мы их тоже контролируем. А в Рязани есть детективы? Да, в Рязани есть детективы, их не так много, потому что население на территории Рязанской области не такое большое. До 10 детектив, я скажу, у нас работает на территории. Регион. Но у них, как у нас зачастую, приходят к нам за удостоверением частных детективов, за лицензией на частную детективную деятельность. И они себе представляют эту работу по фильмам американским. То есть, это такой ковбой, там и Рэмбо одновременно. Но это не так, тут больше... Скрытая аппаратура, да? Да, да, да. У нас все достаточно деятельности, частных детективов, она в каких-то определенных рамках находится. А там прописывается в лицензии, что он может? Нет, это прописывается в законе о частной детективной охранной деятельности, что он может делать. Соответственно, при заключении каких-то договоров с заказчиками, мы как раз проверяем, мог ли он это делать, правильно ли он это делал, не нарушал ли он современные требования. Потому что на текущий момент за людьми просто так следить нельзя. Все-таки нужно какое-то разрешение. Если мы говорим, ну для простого примера, если мы говорим, мама беспокоит за своего ребенка, где он проводит время, так как она является его опекуном, то она дает детективу, например, разрешение на слежку за ним какую-то там негласную, да, производство фото-видеосъемки. А в отношении других людей, если они не дают такое разрешение, то это очень проблематично. Но формат предоставления лицензии частным охранным предприятиям, юридическим лицам и физическим, он кардинальным образом отличается? Ну не кардинальным образом отличается. На текущий момент мы как бы и вообще в целом Росгвардия стремится к тому, чтобы упрощать эти процедуры. То есть мы используем формат портала государственных услуг, то есть ряд функций осуществляется посредством электронного документа оборота. Ну просто говорить о том, что они кардинально разрешаются, наверное, нельзя. Это просто разные виды деятельности. У каждой есть своя специфика. И, соответственно, в нашем подразделении ряд людей занимается одним направлением, ряд занимается другим направлением. Как происходит учет оружия, которое находится у частных охранных предприятий? То есть они, даже если новые какие-то виды покупают, они обязаны к вам в базу их заносить, да? Ну не то, что они сами обязаны заносить. Такая процедура, конечно, очень... Ну, допустим, охранное агентство решило купить себе полуавтоматическое оружие, чтобы своих охранников обеспечить им. Давайте будем говорить, например, травматическое. Травматическое, да. Какова процедура оформления лицензии на такого рода деятельности? Ну смотрите, во-первых, частная охранная организация, она должна иметь сама лицензию на осуществление своей деятельности, которую мы выдаем. Соответственно, их деятельность предполагает наличие оружия. То есть если они какие-то берут серьезные объекты, где там высокая ценность имущества, и необходима вот именно такая защита с использованием оружия, мы им также выдаем лицензию на приобретение оружия. То есть они ее ниоткуда просто так не берут, а получают лицензию, показывают, какие у них созданы условия для хранения оружия. Мы их проверяем, принимаем, согласуем. А вот эти проверки, они плановые, или вы можете в любой момент прийти? По факту поступления заявлений. Сейчас это очень регламентировано строго, то есть просто так мы ходить не можем. Соответственно, они получают лицензию, едут в какое-то торговое предприятие, покупают там оружие, и здесь уже начинается контроль. То есть торговое предприятие создало это, изготовило оружие, они им дают часть документа о том, что им позволено приобрести его. И эта часть документа, то, что им было продано, она также к нам возвращается, мы это учитываем. И они уже, когда приезжают и ставят его на учет, также нам предоставляют это оружие, мы все это сверяем. Чепетильно мы к этому относимся, и не учет какой-то единицы он практически невозможно. А что касается ремонта? Ну вот сломался боек, допустим, на пистолете. Нельзя же просто так пойти к знакомому токареву и отдать починить, так ведь? Конечно, нельзя. Это уголовно наказуемое деяние на территории Российской Федерации. У нас некоторые считают, что если есть знакомый какой-то токарь, и он может ему помочь, там, выточить какую-то деталь для его охотничьего ружья, это будет незаконно. И обращение, и изготовление. Вообще, у каждого оружия есть основные части, переделка которых преследуется по закону. То есть, это никак нельзя делать. То есть, если что-то сломалось, обычно охотники, владельцы оружия, например, травматического, они обращаются на предприятие-изготовитель. Опять же, через нас берут соответствующее направление на ремонт, и там им оказывают квалифицированный ремонт. Как часто охотники обращаются к вам за постановку, за тем, чтобы вы поставили на учет их оружие? То есть, есть люди, у которых там арсенал, или это запрещено законодательно? Ну, смотрите, для каждого вида оружия, а у нас нарезное оружие, гладкоствольное оружие и травматическое, по факту. Там бывают еще газовые, конечно. Ну, для каждого вида оружия у нас определены законом определенные нормы, которые может иметь каждый человек. То есть, говорить о каком-то арсенале, наверное, будет неправильно. Просто охотники, возьмем, например, гладкоствольное оружие. На охотника может иметь владелец, там, физическое лицо, может иметь до пяти единиц такого оружия. Просто для чего им нужно столько? Все там сразу пугаются, значит, почему так много? Просто каждый вид охоты предполагает собой определенный вид оружия. Это как игра в гольф, да? Соответственно, да. То есть, если человек любит охотиться на пернатую дичь, на водоемах, у него одно оружие. Если он хочет охотиться в поле, там, на перелетных гусей, другой вид оружия. Поэтому они просто затачиваются, как бы, под определенный вид охоты, и все. Михаил, один из самых популярных вопросов, почему частные охранные предприятия, их сотрудники, не допускают людей на ту или иную точку, скажем так. Это разрешено им делать, охранникам, или нет? Смотрите, какая ситуация. У нас сейчас тоже поступает много обращений по данному факту. Люди хотят знать, почему их куда-то не пропускают. Понимаете, законом частной охраны детективной деятельности установлено то, что охранник в рамках исполнения охранных услуг, выполнения, может ограничивать проход на какую-то территорию определенных лиц. То есть это не его какая-то прерогатива. Очень любят часто обвинять в этом именно охранников. Это требования заказчика. То есть при заключении договорных отношений заказчик от частной охранной организации требует выполнения пропускного режима по времени, еще по каким-то параметрам. Могут, например, проходить только сотрудники предприятия. Может быть, даже какие-то ограничения по внешнему виду. То есть это вполне законно. Просто нужно эти требования определить на месте уже находясь. Обычно перед входом на охраняемую территорию эти требования вывешены в печатном виде, и каждый может с ними ознакомиться. То есть это начиная от того, что вывешивается табличка, что вообще такой режим пропускной осуществляется. Это во-первых. А во-вторых, где-то в непосредственной близости может находиться табличка, например, что осуществляется видеосъемка. И также оглашены правила прохода на определенный объект охраны. То есть нужно, скажем так, на берегу перечень всех этих разрешительных документов изучить, да? Ну не то, что изучить. Мы не говорим сейчас о разрешительных документах. Ну есть какая-то памятка, да? Ну что-то, да. Какие-то правила прохода на определенную территорию. И они, еще раз повторюсь, устанавливаются не частные охранные организации, но выполняют лишь свои функции. Это заказчик, владелец этого места и так далее. Хорошо, спасибо. Я напомню о разрешительной, лицензионно-разрешительной деятельности. Мы сегодня говорили с Михаилом Романовым, инспектором по особо важным поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области. Спасибо. Ну а мы с вами увидимся. Это были городские встречи. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин